Далее коротко о некоторых других событиях в нашей постоянной рубрике «Дайджест». За два дня кунгурские спасатели обнаружили три трупа в закрытых квартирах. Во всех трех случаях дежурная группа выезжала на сообщение. Хозяева не открывают двери и не откликаются на стук. Первое сообщение поступило на пульт оперативного дежурного городской службы спасения 16 августа. Звонивший сообщил, что его пожилая родственница, живущая в квартире на улице Труда, не отзывается на стук. Прибывшие на место спасатели вскрыли квартиру, обнаружили в ней тело 83-летней жительницы без признаков жизни. На следующий день поступил аналогичный звонок. Женщина пожала, что ее родственник, проживающий на улице Голдобина, также не открывает входную дверь. Спасатели нашли в квартире тело 77-летнего мужчины. А спустя несколько часов пришлось взламывать дверь квартиры по улице Пугачева, за которой обнаружили бездыханное тело мужчины. Далее цитата. Во всех случаях на телах не было обнаружено видимых признаков насильственной смерти. Пояснили в Кунгурской службе спасения. Тем не менее, по всем другим случаям проводится проверка. Когда слов недостаточно, в дело идет нож. Это в очередной раз доказала 51-летняя жительница Кунгура. На днях в одном из домов по улице Блюхера нападавшие и ее 39-летний возлюбленный поссорились. В какой-то момент женщина не выдержала и нанесла травму сожителю ножом. В итоге потерпевший госпитализирован в больницу. От злоумышленницы заключена в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. В Кунгуре мужчина ограбил магазин, угрожая продавцу ножом. Злоумышленник похитил из кассы 15 тысяч рублей, как сообщает МВД по Пермскому краю. Похититель перешел в один из городских магазинов днем. Недолго, думаю, он достал нож и стал угрожать продавцу. Испугавшись, работница торговой точки открыла кассу, и мужчина похитила туда 15 тысяч рублей. Молодого человека нашли быстро. Им оказался 26-летний житель Березовского района, который ранее уже был судим за кражу. Почти всю добычу мужчина потратил сразу же. При задержании у вора нашли лишь часть похищенного. Сейчас подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. МЧС предупреждает о высокой пожарной опасности в Прикамье. Как сообщает Управление со ссылкой на пермских синоптиков, сегодня и завтра в Пермском крае прогнозируется пожарная опасность 4 класса. МЧС напоминает, что одна из основных причин возникновения природных пожаров – человеческий фактор. Управление просит жителей соблюдать меры безопасности и избегать использования открытого огня и повышенной температуры.